Приветствую, друзья. Вот мне вопросы там задают, в документах иногда. У кого я учился? Ну, я учился, условно говоря, у Станиславского, как обнуляться, снимать нервно-мышечные зажимы. Потом я учился у Гуджиева, я учился у... Нет, Будда не смог. Будда не смог научить людей, потому что он только понял, осознал, что такое нирвана, вот это обнуление, как я это называю, нулевое состояние глубокой душевной безмятежности. Ну, указал, что медитация, путь к этому, но не смог дать технологии такой общедоступной. И Шри Арубинду не смог. Вот он учил своего друга близкого по витру. Там за 20 дней больше учил укращать ментал, но так и не научил. А я его очень люблю, Шри Арубинду. Ну, что делать? И Сахат Гуру не смог научить, потому что он там объяснял, объяснял. Я смотрел эти видео, я же все просматриваю, это же интернет. Когда ему задавали вопрос, а как сделать так, чтобы ни о чем не думать в этот момент? Ну, рассуждение, понимаете? У нас технология. Принцип подбора путем перебора, действия синхронной к текущему состоянию в моменте, адаптация к текущей ситуации, чтобы не было противоречий, стресс снимается, выходите на состояние и шторма, безмятежность, нирвану. Да, друзья, вот поэтому мои учителя, вот, например, почему я назвал Гуржилу, там у него есть кружение, он же даже там раньше занимался тем, что он как бы говорил, что он учитель танцев, и туда привлекал людей к себе на свои курсы. Удивительный человек был. Кружение. А у меня, посмотрите на сайте stress.su, на главной странице в самом конце, не кружение, потому что кружиться это легко, а у меня вращение с большой скоростью, потому что есть приемы ключа, которые тут же помогают снять головокружение. Да, друзья, ну так вот, но все равно я люблю Гуджиева, все равно люблю Шиару Бендова, я очень, конечно, с почтением отношусь к Станиславскому, только жалко, что Станиславский пользовался методами йоги и так далее. Ну, старая йога, которая была тысячелетней давности, а не современными приемами ключа, чтобы он мог снимать больше нервномышленные зажимы. Вот бы он сейчас был, мы бы с ним вместе порисовали, как с Артемьевым, мы ее рисовали, с людьми милые, были счастливы. Да, вообще мы с любым человеком можем порисовать, снять нервномышленные зажимы. Почему? Потому что я вспоминаю Райкова, который гипнотизировал детей и внушал им гипнозе, что они гениально рисуют, и они рисовали лучше, чем раньше. А я изучил это, почему это так происходило, и научился это делать без всякого гипнотизера. Поэтому Райков ходил за мной с камерой, как только я делал какие-то лекции там в институте профилактической медицины или еще так, гигиены, в общем, я не помню уже где, и все время снимал, что я показываю, показываю, а потом, значит, после этого говорил, не, это Сопчик сказал, они вдвоем ходили за мной на мои занятия. Сопчик из института судебной общей психиатрии. Ну, там, где я у академика Морозова, Георгия Васильевича, многое уважаемого, методику экспериментирую. И они вот выходили и говорили, Райков, значит, звонил на телевидение, говорит, «И вы его не показываете?» А его спрашивают, «А почему не показываете?» Он говорит, «А потому что это я, это ты забрел?» «А что-то мы у тебя этого не видели?» Ему сказали. Ну, такой паршивец был. Но, с другой стороны, гениальный человек, потому что он ушел детям, что они гений сразу, без поэтапного такого процесса, сразу, «Вы гений, вы можете рисовать легко». Я вычислил, что он просто всего лишь навсего, этим самым сам, с тобой не подозревая, а это я потом вычислил, осознал и стал учить других. Снимал мне на мышцы зажимы. Вы послушайте, подумайте, а потом отвечайте, дослушивайте. Потому что это очень важный момент. Снять нервно-мышечные зажимы, страх, комплексы, стереотипы, подражание авторитетам, сбросить, которые обычно возникают при высоких стрессах, когда у вас большая ответственность, вот вы выходите на переговоры, на соревнования, и у вас начинается мандраж. Почему? Повторяемые движения на высокей частоте снимают напряжение. И это автоматизм. И когда вы делаете идеомоторные приемы с помощью груза, это здесь тоже и автоматизм. Я учу человека осознанно добиваться автоматизма, и поэтому быстрее обнуляться и использовать энергию напряжения, стресса в собственных интересах, целях. Этого никто из них не знал. Хотя уж и Будда жил много тысяч лет назад, одни были задачи. Райков жил, ну вот, мы сейчас 90-х годах. А вот смотрите, здесь в школе человек больше homo futurist, в школе человечности. Я вам даю такие вещи, о которых никто из них не знал. И Гуджиев не знал, и Арубинду не знал, и Сатфагору не знает, и никто не знает. А тем более, особенно, что я там в следующий раз с внучкой своей, Греткой, с ней тоже поговорю, она напишет Шейле, Шейла выйдет ко мне на связь, а Лена психолог, и Шейла психолог, и Гретка психолог. А у нас семейная династика, династия. И у нас есть такие ключи, которые, ну, короче говоря, будете ночью спать и мечтать. Такие есть приемы, которые вам и не снились, но вы их получите. До встречи.